30 лет не так уж и много, но для высшего учебного заведения возраст весьма солидный. Круглую дату отмечает Международный юридический институт. За эти годы он прошел немало испытаний, все выдержал с достоинством и только укрепил свое славное имя лучшего негосударственного вуза страны. Валют прекрасный дел, а руководство института пригласили меня и говорят, поскольку я уже заканчивал в генеральной прокуратуре, не думаете ли вы открыть Одинцово филиал? Я не сомневался, я готов. Первый директор филиала Владимир Найданов вспоминает, с каким энтузиазмом все начиналось. Сначала в стенах Одинцовского лицея, как заочное отделение. Затем огромными усилиями привели в порядок полуразрушенное здание, где до сих пор кипит настоящая студенческая жизнь. Мы ездим и на молодое движение, постоянно принимаем участие, где занимаем призовые места. Также у нас есть спортакиада, то есть у нас спортивные студенты. Далее мы участвуем в олимпиадах каких-либо, пишем, например, дипломные какие-то работы. А главное, полностью погружаются в лабиринты непростой профессии. Среди выпускников – судьи, адвокаты, сотрудники правоохранительных органов, органов власти и представители бизнеса. Таких специалистов могут обучать лишь педагоги высшего уровня. Очень много преподавателей, которые общаются с нами на «вы». Они слушают наше мнение, они дают нам советы, они делятся с нами своими какими-то ситуациями в жизни. И то есть мы не только получаем теорию, но нам еще объясняют, как это на практике. И это так здорово. Сегодня они получают благодарственные письма и грамоты в честь 30-летия родной альмаматор. При этом считают, что главное в обучении – не только дать знания, а научить быть хорошими людьми и стать ребятам настоящим примером на всю жизнь. Образование, обучение – это подвижничество. Это вот то, к чему ты должен быть готов. Если тебе Богом дана такая возможность учить других, ну ты же для них пример образец. Я хочу, чтобы такие были преподаватели, сотрудники, а студенты на нас равнялись. Сегодня у института семь филиалов по всей стране. Он осуществляет образование по специальности юриспруденция по очной и очно-заочной форме. На базе Одинцовского филиала МИИ работает юридическая клиника, где каждый житель округа может получить бесплатную правовую помощь. Но главное достоинство – тысячи благодарных студентов, которые, как один, желают институту лишь процветания. Я желаю нашему институту долголетия, процветания, побольше студентов, побольше ответственных студентов, творческих. Желаю процветания, в первую очередь, своему институту, чтобы действительно дожил до столетия, и чтобы выпускались отсюда только грамотные и опытные юристы в своем деле. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok